Днепр-Брахинская водосховище увели у эксплуатацию в 1986 году. По сути, это был объект двойного призначения – военного и господарского. На начале 90-х сховище начали использовать исключительно для решения сельско-господарских угодов. Тем более, что его объеднали с сеткой миллиардных каналов. Правда, в последние годы водоемы эксплуатации практически не находился. Запамповывание воды с дня пра потребует значительных финансовых затрат. Вернуться до первопочатковых планов примусила засушливая надворья. Ураджаи, которые пошли отрымливать в Лоевском и Брахинском районах, оказались вельми степлыми. После выделения сродков из областного бюджета, руховики, которые в весь США находились в рабочем стане, запустили снова. Сегодня працуют два из четырех иснующих. Каждую секунду они перепамповывают в канал и далее у водосховище больше 7 тонн ручной воды. Сейчас два насоса. Каждый качает 3,6 метра кубических в секунду. Для того, чтобы наполнить водохранилище на наши планы, нужно около полтора-два месяца времени. Наполнив этим, поднимем уровень грунтовых вод в ряда малиоративных системах. Площадь Днепра-Брахинского водосховища – амаль 970 гектаров. Агульный объем воды, якая может тут утрымливаться – 43 миллионы кубометров. Все лето водоем наполнить на полову. Одна с прыщин – узровень воды у Днепры. Перепамповывать ее в великих объемах можно только под час поводки. А в этом году необходимый узровень будет держаться в лучшем случае до первых дней красавика. Правда, есть еще одна помпа, размещенная больше глубоко, и она будет работать и в летний час для поддержки у водосховища постоянного узровня. В Лоевском районе этих земель, которые орошаются данным водохранилищем, порядка 12 тысяч и около 8 тысяч в Брахинском районе. Планируем все-таки улучшить водно-воздушный режим и тем самым получить достойные урожаи, потому что за последние два года наш район значительно не добирает именно из-за засухи. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.